Привет-привет, книжный мир! С вами Лена, и сегодня будет наш предпоследний выпуск в рубрике, что я читала в предыдущие годы. Юль был продуктивный, этот мне, кстати, от него, кажется, не отстаёт. Я вам быстро, как всегда, покажу книги, которые я читала. И, собственно, наверное, с них и начнём. Начнем с одной из самых лучших книг, которая была прочтена прошлым летом и вообще за всю мою жизнь. Это «Обладать», которая вся в пометках, и я вот последние 30 страниц просто растягивала. И если есть такая книга, которую я могу сказать, что хорошо бы читать именно глазами на бумаге, а не в электронке и не в начитке, не в аудиоформате, то, наверное, это «Обладать». «Война миров» не очень меня покорила Уэллс. У Уэллса мне только, наверное, понравилась история про путешествие во времени, да, машина времени. Я вам книги собираю просто в порядке, в котором я с полок их сняла. Следующая просто масса, и это просто любовь, что в начитке, что вот это издание. Я его показывала. Я ссылки на свои ролики оставлю внизу. Здесь куча вклеек, цветных картинок, и я думаю, что это одна из самых лучших, и красивых, и увлекательных книг, которые я когда-либо читала. И я даже предвижу, что через пару лет я могу эту книжку перечитать, что я обычно не делаю. Затем книга, которую читает моя подруга, это «Ключи царства» от Кронина. И это была любовь с первого взгляда, с первой странички. И я Кронина покупаю, вот у меня много своих книжек, но я почему-то боюсь за него вновь браться. Но да, это тоже одна из самых лучших книг, которые я читала. Один из самых великолепных слогов, которые я когда-либо, опять-таки, да, имела счастье читать своими глазами. И тут, наверное, я надо сказать большое спасибо переводчикам. Когда-нибудь, я думаю, с Кронином даже в оригинале что-то почитать, возможно, небольшое произведение. Это в планах на необозримое и очень далекое будущее, но есть. Очень хочется сравнить, да, как же он писал на самом деле. Следующая, опять-таки, одна из моих самых любимых книг за всю жизнь, не только за прошлый июль, это «Назови меня своим именем». И у меня даже есть закладочка специальная именная. И я эту книгу даже подумывала перечитать этим летом, но так-так много книг, я, возможно, ее с собой заберу. Но читать эту книгу я и себе, и всем советую только знойным летом. Знаменитый каталог Уокер и Дауна «Путешествие по Америке с подростками». Здесь тоже каждая глава начинается... Посмотрите, пожалуйста, просто прочитанность, если вы не видели, с какой-то иллюстрацией. Я обожаю детские книги, и это пример того, например, почему я их так люблю. Книжка, которую я, к сожалению, не дочитала, поскольку мне казалось, что это не предназначено для моей класса, это Ремарк. Мой один из самых любимых писателей «Скажи мне, что ты меня любишь», это его письма к Марлену Диттерх. Я, кстати, уже забыла, она ему тоже отвечала. Мне кажется, только он ей писал. И как бы нет, любовная переписка, фикшн. Обожаю пистолярный стиль, мой самый любимый, но здесь я знала, что это не для меня, и вступление то ли переводчика, то ли составителя вот этой книги, оно вообще, в принципе, все настроение испортило. В общем, я хотела зачитывать, хотя Ремарк я люблю. Затем книги, которые я слышала в аудиоформате, это «Остров затонувших кораблей», хотя это не затонувшие корабли, а погибшие корабли, почему я всегда начинаю называть «Затонувшими» от нашего Беляева. Я считаю, тоже просто эта книжка даст всем увлекательным приключенческим романам фору. Кстати, надо посмотреть, ее, мне кажется, экранизировали, и была так себе экранизация. Я точно не помню, но только помню, что получила великое удовольствие. Я в тот день занималась клубникой на даче, и просто под эту книжку все дачные дела прилетели. Также слушала «Остров бритвы» Моэма, с Моэмом у меня очень шаткие, валкие отношения, и та книга мне скорее понравилась своей главой, если не ошибаюсь, глава номер 6, которая меня покорила. Также я слушала и читала частично «Пятнадцать жизней» Гарри Огаста. Мне очень понравилось это про путешествия во времени, даже перевоплощение, да, постоянное, и одна из лучших книг в этом жанре. Она ушла к Полине из канала «Полка вукс», и еще я читала «Кого-то, кого-то». Я подгляжу «Дарья Великий не в порядке», книжка, которая у меня ушла на анхол, если не ошибаюсь, ушла на квики-килетики. В 2019 году я познакомилась с Терри Пратчеттом и его романом «Держи марку», и это одна из моих самых любимых книг, потому что здесь наикрутейшее чувство юмора и наилюбимейшая тематика почты, почтовых открыток, писем. Если хотите просто повеселиться, советую. Я понимаю, что Терри Пратчетт скорее не мой автор, потому что у него специфичное хорошее чувство юмора, но для меня слишком много. То есть я когда беру книгу, я уже буду знать, что от него ждать, вот этого эффекта на весны не будет. Но вот эту книгу я советую просто всем и вся. Книга, которая, опять-таки, отправилась на подарок уже Юле с канала «Скраббуком», это «Ана с фермой зеленой крыши». Я с этой историей решила познакомиться, поскольку на зарубежном Буктюбе они часто говорят. Я решила просто себя просветить, и я читала ее в форме комикса. Мне очень понравилась рисовка, понравилась история, настолько, насколько могла понравиться детская такая, да, литература. И вот именно через такой формат с этой историей я рада, что познакомилась. Поскольку, возможно, возьми я просто книгу, я бы, наверное, заскучала. Также я прочла книгу «Под влиянием зарубежного Буктюба», когда Димпл встретил Риши. Это история о двух индийцах, которые живут в Америке, и это подростки. Одна девочка так пробивная, она хочет попасть в лагерь, где изучают информатику, и там будет заработка какого-то кода, который позволит получить грант. И тут ей навязывают жениха, и, конечно, они встречаются, и вот эта вот вся история. Я уже с той книги начинала понимать, что мне нравятся романтичные комедии, особенно о подростках, но на экране. И вот эта книга стала первым кирпичиком, которая утвердила меня в этом мнении. Я прослушала «Моби Дика», пока рисовала картину по номерам. Я обожаю китов, и я знаю, что если бы не аудиоформат, эту книгу я бы никогда не покорила. В 2018 году я прочла только одну книгу, но это, знаете, такая книга «Тайная история», «Донет Арт», и я думаю, что у этого произведения есть только два лагеря, никакого промежуточного, никаких неопределившихся людей. Кто-то считает это шедевром, вносит самое своё любимое и обожает, потому что это чистая Dark Academy, которую я тоже люблю. И есть другой лагерь, который думает, что это история о студентах, которые в прямом смысле прибухивают и ходят друг к другу в гости. Всё. И я, честно говоря, вот в этом втором лагере, и пока в меня не полетели помидоры, пока вы не отписались, я больше ни одного плохого слова не скажу, только, да, признаю, что меня эта история не покорила, и я не понимаю искренне, за что эту книгу любят. Пожалуйста, просветите меня. В 2017 году я прочла одну из своих самых любимых уже книг, это «Автостопом по галактике». Я в том году её перечитывала, и вот в том году я поняла, что это за гениальное произведение. А вот в 2017 году я где-то похохотала на парочку мест, ну и бросила, знаете. Думаю, ну окей, не захотелось мне дальше следующие книги читать, но была абсолютно другая история. Но об этом мы с вами поговорим уже лучше в сентябре. Я к этой книжке ещё вернусь, а на сегодня просто знаете, что я очень-очень сильно её люблю. В 2016 году я прочла тоже только одну книгу, и тоже она была не тонкая. Это «Прощальный вздох Мавры» или «Последний вздох Мавры», как её иногда называют, «От ружде». И я сейчас мало что могу припомнить из этой истории, я только помню, как специями делили дом напополам. Я помню, есть один момент, который, будь спойлером, который до сих пор мне не даёт покоя, поэтому мне надо, чтобы эту книгу наконец-то кто-то прочитал, я с кем-то смогу её обсудить. Да, вот это решение, что вот когда ты кое-что сделал, а потом судьба кое-что сделала, ты должен понять, всё-таки это я сделала или судьба сделала. Кто читал, тот понял, а кто не читал, но планирует, давайте скорее читайте и обсудим этот момент. Ну и в 2015 году я читала «Летнее утро, летняя ночь», и она не просто так появилась в прошлом моём ролике. Когда я уже подбирала вот эти книги, для сегодняшнего ролика, я думаю, неудивительно, что я читала в июле, потому что это, ну, самая настоящая июльская книга, как его вот эти все, да, произведения Брэдбери, «Вино из туванчиков», «Лет прощай», самое летнее чтение, которое я могу когда-либо кому-либо посоветовать. Я очень сильно пыталась вспомнить, что же я такого могла читать в 2014 году, поэтому если есть между вами такие, кто может вспомнить, что же там в 2014 году было, пожалуйста, пишите, я вам уже хлопаю заранее за вашу память. И на этом, прежде чем я попрощаюсь, я хочу вот у вас что узнать, как вам удобнее узнавать об итогах розыгрыша, потому что я иногда делаю пост, но пост не всегда обидится, хотя я была сам тем человеком, который ещё там пару недель назад не понимал, как отсматривать посты, но теперь, или посты, но теперь-то я знаю, с вами поделюсь, если вы смотрите на телефоне YouTube, то вот ваши видяшки, вот здесь просто покажу, всё, нажимаете пост, и вы видите только посты, господи, как удобно, ещё можно поставить эту галочку непросмотренной, я думаю по-русски, и смотреть только ролики, которые вы не успели посмотреть, а не крутить в поисках того, что вы там пропустили, очень супер удобно, и мне вот здесь, наверное, удобнее всего победителей, да, показывать, либо, как я сделала в предыдущий раз, я такой шорт, да, на одну минутку, чтобы показывать розыгрыш, буквально его надень на два, и потом прятать этот ролик, потому что я не всегда могу быть перед компьютером, и потом в ролик монтировать, это очень, очень много сейчас накладок с этим делом, поэтому только оставлю внизу голосовалку, как удобнее через пост, или через небольшую видяшку, которая там буквально день на два будет выставляться на канале, и я вас это не просто так спрашиваю, потому что скоро будет розыгрыш опять, возвращайтесь, и на этой ноте, завлекательной, случившейся случайно, я с вами буду прощаться, желать вам отличного летнего утра, летней ночи, потому что я не понимаю людей, которые уже говорят, что они готовы к осени паковаться в свитера, я это тоже все очень люблю, хочу, но для меня еще целый месяц лета, оно что еще не закончилось, это одна треть лета, это очень много, поэтому тоже давайте знать, что не я одна, она злаждается летом, и любит осень, но пока что еще ее не ждет, все, на этом точно же откланиваюсь, всем всего отличного, и пока, 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 пока.